В русском тоже говорят правду и есть действительно очень интересная информация. Якобы, по ряду информации из различных источников, был убит, точнее ликвидирован, экс-народный депутат, коллаборант, предатель Украины Алексей Ковалев на Херсонщине. Он был ликвидирован, но опять-таки, эту информацию нужно проверять. И вот мы поступили самым простым образом. Сейчас пообщаемся с Сергеем Хланем, с человеком, который как раз об этой информации и написал, и узнаем у него все детали этого события. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Конечно же, нашу аудиторию напомним, что вы являетесь советником главы Херсонской областной военной администрации. Рады вас видеть на канале уже, попрошу заметить, Freedom. Вот, мы растем. Вам доброе утро. Доброе утро. Мы из Украины. Херсонщина – это Украина. Слава Украине. Героям славы. Героям славы. Сергей, ну, вот, знаете, так сказать, с замиранием души ждем от вас подтверждения, опровержения, что действительно партизаны или же кто-то другой ликвидировали этого горе-экс-нардепа? Ну, пока информация еще окончательно не подтверждена, но вчера вечером начала приходить информация, причем абсолютно с разных источников, которые находятся в оккупированной Херсонщине. И сначала мне сообщили, что это произошло в Железном порту, но суть одна и та же. Ковалев был убит, его жена была придушена, скажем так, потому что осталась жива и сейчас находится в больнице. Есть информация, что это все-таки произошло в его доме в Голой пристани, но суть та же самая, что Ковалев убит, а его супруга придушена в больнице, осталась жива, доставлена в больницу с асфиксией. То есть, наверное, все-таки, я думаю, это произошло. Если это правда окончательно, ждем официальных подтверждений, то жену, наверное, специально оставили живой, то есть придушили. Она потом пришла в себя, то есть, как бы, человек, который, ну, сожительствует с коллаборантом, бог ей судья, я думаю, она ответит перед богом. Ну, а коллаборант, если это все-таки правда, то он понес соответствующее наказание. Все с замиранием ждем официального подтверждения. Вчера вечером эту новость дали в том числе и пропагандистские каналы, которые находятся в Херсоне, но сразу же удалили эту информацию. Поэтому вот сейчас все с замиранием ждем. По той информации, которую я получаю, это все-таки правда. И мы на это очень надеемся. Вот еще такой вопрос. Андрей Цеприенко, военный корреспондент, пишет, что у дома Алексея Ковалева очень много оккупационных полицейских. Можете ли подтвердить эту информацию? Были ли свидетели, видели ли этих полицейских? И, наверное, это же и есть еще одно доказательство того, что действительно произошло что-то несовершенно здоровое с этим экс-депутатом. У меня такой информации сейчас нет. Но надо понимать, что Ковалев находился под постоянной охраной. То, что сейчас дома много полицейских, я пока такой информации не получал. Но самое парадоксальное, если это произошло дома, то дом Ковалева всегда охранялся, и он находился под большим количеством охраны. Поэтому все-таки ждем, ждем, что же все-таки произошло с оккупантом. Мы все понимаем, что этот оккупант довольно-таки хитрый. Ковалев уже один раз инсценировал там на себя покушение на Деу Ланас, на котором не ездил, а преподнес это как такое прямо покушение на него, а он герой выжил. Поэтому вот если все это как бы соизмерять, то надо понимать, что это очень хитрый коллаборант. Поэтому все же надеемся, что он отправился к Кобзону. И в принципе, вот это подтверждает сейчас очень много источников действий. Отправился к Кобзону, и самое главное, билет поменять нельзя. То есть он уже как бы куплен, концерт не отменяется. Сергей, расскажите, пожалуйста, про новую Каховку. Серия взрывов раздается уже вторые сутки. Вот сегодня, читаем, 4 утра, опять прогремели взрывы. Я так понимаю, что в новой Каховке находился или находится один из самых главных пунктов по снабжению. И мы его методично уничтожаем. Что об этом известно? Поделитесь. Действительно, новая Каховка сейчас, это знаете, такая своеобразная Чернобаевка номер 2. И после того, когда наши вооруженные силы взяли под огневой контроль транспортной артерии, то новая Каховка как раз стала таким логистичным хабом. И вчера был уничтожен штаб Рашистов на заводе «Сокол». И вместе с расположением как раз личного состава. Сегодня и ночью, и сейчас утром идут прилеты еще. Ночью шли по новой Каховке по расположению врага. А сегодня утром в районе винзавода идут взрывы. Там тоже располагались орки. То есть они сейчас всю новую Каховку, новая Каховка, это такой промышленный город. Много промышленных баз по нему находится, в которых расположились оккупанты. И располагают свои, и как раз располагают и личный свой состав, и располагают технику. И в том числе собирают для переправы, для того, когда они там подлатали немножко дорогу, то, в принципе, сразу же небольшими партиями начинают переправлять это все дело на правый берег, ближе к линии фронту. То есть такой вот логистический хаб они организовали в новой Каховке. Поэтому вот это систематическое уничтожение того, что и подвозится для переправы, и расположение войск, и расположение командных штабов, вот это все уничтожается. Вместе с этим, кстати, сегодня в городе Херсоне, на улице Паровозной, это бывший военкомат, и в мирное время там было расположение нацгвардейцев, то там расположились оккупанты, наверное, все-таки думая, что они в центре Херсона будут находиться в безопасности. Но сегодня очень точно туда прилетело, уже есть фотографии, прямо в казарму, уничтожена казарма с расположением как раз русских прямо в центре Херсона, и это очень тоже показательно. В тот случай, когда, ну, слово «прекрасно» даже не подходит. Сергей, расскажите, пожалуйста, вот есть такой мост в районе ГЭС в новой Каховке, раз мы уже о ней говорим, да, и опять раздаются взрывы в этом районе, я так понимаю, что наша артиллерия удачно работает. Расскажите аудитории, чем важен этот мост, потому что, знаете, вот мы все следим за тем, как украинские вооруженные силы лишают возможности российскую группировку подвозить снабжение, сами выходить с правобережной Украины. Вот мост в районе Новокаховской ГЭС, он какую в себе сейчас военную и политическую, возможно, функцию несет для оккупанта? Ну, ГЭС в районе Новой Каховки – это второй, по сути, транспортный путь, который соединяет левый берег с правым берегом. Антоновский мост после вот недавних прилетов, позавчерашних, он сейчас непроездной. Плавучий мост под Антоновским мостом они так и не достроили там. Единственное, чем переправляются, вот этой паромной переправкой на сегодняшний день. Каховская ГЭС, мы все понимаем, что Каховская ГЭС – это гидросооружение, которое нельзя ни уничтожить, ни фактически разрушить, потому что это будет очень серьезное последствие. Поэтому в районе Каховской ГЭС можно бить только по шлюзам. Шлюз – это где проходят корабли рядом с Каховской ГЭС, ближе к Новой Каховке с той стороны, где проходят корабли как раз с Каховского водохранилища внизу в Днепре, то есть выравнивается водой и пропускаются корабли. Вот в районе шлюза Каховской ГЭС есть мост, и там фактически на ГЭС есть два моста. Один основной, один, который идет над Каховской ГЭС, то есть два автомобильных пути. Обычно один закрыт, и мы всегда ездим одной дорогой, но есть и второй. Поэтому вот наша артиллерия должна наносить и наносит очень хирургично точные удары только исключительно в район шлюза. И по одной, и по второй дороге. Вот это как раз наша артиллерия и делает. Окупанты там уже навезли с таким, знаете, с запасом автодорожных плит, и после очередного удара оккупанты начинают ремонтировать одну из дорог. Наносится опять удар, они ремонтируют вторую дорогу. И вот с такой периодичностью мы фактически блокируем передвижение оккупантов вообще слева во берег, направо и в районе Новой Каховки. А таких переправы фактически две автомобильных. Это вот как раз ГЭС и Антоновский автомобильный мост. Ну и таким образом можно сказать, что приближаем жест доброй воли. Вот есть информация о том, что российские командиры массово пытаются бежать из Херсонской области. Известно, что командиры славных 83-й отдельной десанто-штурмовой бригады и 11-й бригады вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место. Об этом говорится в сообщении командования Пивдень. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что бегут? Видно ли, что уезжают? И боятся ли котла? Ну, они поперемещали свои штабы. И вот удачное перемещение штаба как раз в Новой Каховке на заводе «Сокол» уже произошло. Вот вчера там уничтожен как раз склад расшистов, который они перевели. На заводе «Сокол» штаб переместился, они там находились в таком полуподвальном помещении административного здания и думали, что они там будут в безопасности. Не получилось. Как раз все нормально. Поэтому куда бы они ни перемещались, уже в оккупированной Херсонщине нет безопасного места. Потому что если смотреть географию работы нашей артиллерии, то она работает абсолютно по всей области. Где бы они ни находились, у них безопасного места нет и не будет. А то, что они пытаются рассредоточиться уже на левом берегу, подальше от линии фронта, это правда. То, что у них не получается, мы видим, наша артиллерия красиво отрабатывает. Но это все видит рядовой состав, у которого растет дух дезертирства среди своих солдат. И, кстати, они там уже, и я об этом сообщал ранее, делают такие фильтрационные ямы для своих, куда кидают, забирают мобильные. И человек пишет рапорт отказ от военных действий, его кидают на две недели, воспитывают. А потом, если через две недели не сломался и не хочет опять на фронт, то ему говорят, Твое заявление потерялось, пиши заново заявление, и опять две недели его дисциплинируют. Мы все понимаем, как. Никаких уже ротаций нету, потому что понимают, что с ротацией они бегут. И даже то, что их пытаются изолировать на Арбатской стрелке в Геническом районе, не выпуская в Крым и в Россию, понимая, что они будут разбегаться. То есть, ну, вот такая вот ситуация, деморализация действительно существует в российских войсках. Ну, вы упомянули о фильтрационных лагерях и вот фильтрационные мероприятия, по словам Юрия Соболевского, который является зампредом Херсонского областного совета, собирается оккупант проводить в связи с ликвидацией Алексея Ковалева. Я так понимаю, что очень серьезно пуганы. А, кстати, Сергей, напомните, он же занимал должность, как бы псевдо, добавим, конечно же, министра, да, какого-то у них? Министра сельского хозяйства. Ну, да, у самого министра сельского хозяйства, в кавычках, ликвидировали, конечно же. Да, и расскажите немного о самом персонаже. Я хочу спросить про вот это сообщение, о котором сказал Соболевский, что россияне собирают силовиков в оккупированной Голой пристани, это тоже поселок на Херсонщине, якобы, чтобы находить там причастных к этому убийству. Можете об этом рассказать? Вот они настолько активно сейчас пытаются бороться с партизанами, возможно, они думают, что это кто-то из их оккупационной власти к этому причастен. Вот как они борются с этим? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я все-таки хотел бы дождаться вот уже, что точно он отправился в мир иной, как говорится. А то, что всегда, когда происходит, либо взрывается у кого-то автомобиль из коллаборантов и оккупантов, то всегда после этого оккупанты начинают усиливать свои фильтрационные действия, как они это говорят. Усиливаются обыски, проходят перехваты, оцепливаются целые районы, населенные пункты, задержания незаконные. То есть оккупант так продолжает действовать в оккупированных территориях, это правда. Спасибо огромное. Сергей Хлайн, советник главы Херсонской областной военной администрации, был на канале Freedom. Спасибо.